привет друзья меня зовут дмитрий сейчас в этом я надеюсь небольшом видео мы с вами научимся говорить до свидания пока пока прощай и до скорого на английском то есть около 20 видов прощания мы сейчас на английском с вами выучим перед тем как непосредственно приступить к изучению этих шедевров давайте поделим ситуации общения это очень важно на три основные категории первое это формальная она самая-самая формальная то есть с боссом с премьер-министром с какими-то например людьми ну очень очень старшего возраста вот преклонного например в очереди где-то да это формальная ситуация общения вот например на работе с клиентами следующее это неформальная или еще называют ее тяжело неформальная в первую очередь это с друзьями с детьми и наконец еще мы такую подгруппу сделаем это сленг называется сленговые формы это самые такие ну знаете как подростки друг с другом общаются вот вот приблизительно так кроме того очень важно помнить что мы обычно с вами беседу нашу не заканчиваем резко представьте себе ситуацию вы встретились с другом да вдруг что-то вам рассказывает 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 вы слушаете слушаете киваете потом ему говорите до свидания и пошли дальше скорее всего это будет звучать как минимум странно естественно есть определенные так называемые сигнальные слова или сигнальные фразы с помощью которых мы сигнализируем о том что сейчас будем заканчивать беседу и что нам значит наш собеседник уже надоел это работает и в русском и в английском в любом языке так вот мы с вами сейчас познакомимся с несколькими сигнальными словами а также с фразами так называемыми при бай то есть пред до свидания то есть еще можно такую небольшую фразу вставить в наш в нашу беседу не только сигнальное слово например ну и ладно а еще какой например приятно там рад был с тобой встретиться пока пока и того получается идеальное прощание у нас состоит из трех частей окей друзья это понятно ну вот поехали учиться чтобы надолго это видео не растягивать итак первое я тут написал этот списочек первая у нас ситуация это формальная форма как помните на работе с клиентами с боссом и вообще в музее с гидом так самое распространенное ну как бы кроме бай вот этого мы сейчас дойдем самое такое стандартное слово которое все знают английское гидбай 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 может быть вы до этого не задумывались о том что это гудбай очень очень формальное в принципе она практически на сто процентов соответствует русскому до свидания то есть представьте себе если вы разговариваете с друзьями в группе стоите там разговариваете в кругу и вы говорите так до свидания и пошли ну наверное слишком формально то есть все таки вот это гидбай это такая формальная фраза формальное слово вот его лучше использовать формальных ситуациях например на работе уже упоминал да какую-то покупку вы совершили в магазине и блага поблагодарили менеджера за то чтобы что-то купили продавца да ему говорите гидбай до свидания это нормально а вот с друзьями лучше как-то немножко более casual понеформальнее окей следующее слово фраза феауэлл вот я его написал феауэлл это самое-самое такое серьезно прощальное слово она переводится в принципе как прощай или прощайте чуть ли не навсегда феауэлл его надо знать но когда его употреблять это уже вам решать но ясно если вы неважно с боссом не с если вы встретитесь послезавтра то говорить феауэлл прощай не стоит она употребляется если не дай бог поругались ну как бы они просто поругались расстаетесь действительно навсегда со своим партнером по жизни и так далее вот то можно красиво так литературно сказать феауэлл прощай окей следующий более такой такой теплый вариант have a good day или have a good evening или have a good night но чаще всего have a good day хорошего дня прекрасно красивая фраза опять-таки чувствуете да она более формальная все-таки с друзьями когда мы чего-то там прощаемся от обычными или пока пока или увидимся или до скорого а вот приятного дня можно конечно приятного тебе дня ну это зависит от вашего там воспитания до интеллигентности но не очень даже это формальная фраза have a good day например я хожу часто в кафе вот и там ребята дружелюбные официанты так далее когда мы прощаемся они говорят до свидания вот а потом на русском have a good day но не на русском говорят хорошего вам дня то есть очень приятно и слышать это и вот такое формальная прощаница have a good evening have a good morning have a good night как вам больше что по ситуации нам нужно следующее take care можно условно так перевести береги себя или берегите себя take care она хоть и формальная но такая дружественная теплая фраза take care берегите себя ну что тут можно сказать берегите себя ну и берегите на здоровье take care следующее until tomorrow до завтра комментарии излишни до завтра естественно если вы говорите до завтра человек понимает что вы собираетесь встретиться с ним завтра если вы собираетесь с ним встретиться через месяц то until tomorrow не подходит until tomorrow в принципе можно until next week до следующей недели until the day after tomorrow до послезавтра то есть вы сами по сами определяете что сюда поставить until чего until tomorrow следующая очень формальная такая длинненькая и красивая фраза I look forward to our next meeting я жду с нетерпением нашей следующей встречи I look forward тю вот это тю обязательно предложек у нас должен быть I look forward тю и здесь у нас либо фраза чего мы ждем с нетерпением либо глагол с окончанием инг то есть герундий например I look forward to meeting you I look forward to hearing from you ну и так далее или I look forward to our next meeting я жду с how soon shall we look forward to our next meeting очень формальная длинная вежливая культурная фраза I look forward to hearing you пример проблений Tech aprenderоблений заниматься нам А мы уже с вами решаем, следовать нам рекомендациям или экспериментировать. Окей, переходим к casual, то есть неформальным ситуациям общения. Наверное, они в жизни все-таки почаще встречаются, чем формальные. Casual. Итак, самое распространенное в мире прощание звучит bye, пока. Ну что тут я могу сказать? Пока. В миллионах всяких разных случаев. Вот, пока оно везде пока. Bye. Обратите внимание, следующее у нас bye-bye. Многие его употребляют, я и сам как-то раньше употреблял, с друзьями, с учениками. Все нормально, в принципе, но есть такой оттеночек, что это bye-bye говорится в основном деткам. То есть, если вы уходите на работу, а ваши детки дома остаются, вот вы им bye-bye. То есть, пока-пока, деточки. Если вы хотите его сказать друзьям, не деткам, то желательно наше первое вот это bye произнести кратенько. Так, bye-bye получается. Большой bye-bye. Bye-bye. И это имеет большое значение. То есть, если вам хочется таки друзьям сказать, то позаботьтесь, чтобы вот это первое bye прозвучало у вас как bye-bye. Ну вот, а то они так поймут немного, если вы bye-bye, как деточкам вроде. Ну что? Ну вот. Но очень распространено тоже bye-bye. Следующее. Более такое. Еще неформальное. Later. Как его перевести? Ну, до скорого там, покедово. Later. И часто добавляем потом такое слово типа bra, брателло, братишка. Dude. Часто говорят чувак. Да? Чувак, если вы не в курсе, посмотрите в гугле и вообще, кто такой чувак. Почитайте на форумах, и я думаю, потихоньку вы это слово перестанете употреблять. Вот. Dude. Dear. Дорогой-дорогуша. Man. Тоже братишка. Да? То есть, later bro, later man. Вот так вот прощаются. Покедово. Брателло. Прикольно. Неформально. Ярко. Что тут можно сказать? Later. Так, следующее. See you later. Or see you soon. Немножко более такое интеллигентное, чем просто later. See you later. Увидимся позже. See you later. See you soon. Увидимся вскоре. В принципе, можно употреблять это и в формальных ситуациях. В принципе. Ну, это вам решать. До какой степени вы с человеком, у вас вот так вот, ну, такие вот отношения. Формальные, неформальные. Ну, это нормальная культурная фраза. See you later. Если вы разговариваете с человеком по телефону, то наше see you превращается в talk to. То есть, поговорим позже. Talk to you later. Созвонимся позже. Talk to you later. Это наш эквивалент вот этой стационарному разговору. А телефонный – talk to you later. Следующее. Можно сказать – have a good one. Типа, хорошего тебе, а вместо day или morning или evening мы ставим one. Типа, что нам не так уж важно. Как бы – have a good one. Так, сейчас телефон звонит. Надо отключить. Have a good one. Как перевести до слова в слово невозможно. Ну, давайте скажем так тоже. До скорого. Have a good one. Такая дружелюбная фраза. Следующий товарищ у нас тут на рассмотрении. All right then. Ну что ж, пока. All right then. Когда мы говорим его быстро, то у нас вот эти буковки all, они как бы растворяются. All right then. Так легче, чем all right then. Ну, если хотите, можете выговаривать полностью. All right then. All right then. Пока-пока. Тоже перевести дословно невозможно. So long. Это такое, хотя и неформальное считается, но оно с оттенком лиричности. Такой лирики. So long. Редко встречается, но все-таки. Вот. Вот. So long. Что пока-пока и буду скучать. Одной фразкой. So long. Тоже до встречи. So long. Я специально не пишу перевод, потому что это настолько расплывчато. Если еще by, пока можно написать, то so long. All right then. Have a good one. Take it easy. Ну, take it easy. Сейчас мы обсудим. То есть сложно написать, и оно вас будет сбивать с толку. Вам главное не перевод. Вам главное не бояться их употреблять, когда вам хочется. То есть играть ими, жонглировать этими прощаниями. So long. Следующее. Красивое и популярное. Take it easy. Не просто береги себя, а с таким оттенком не перенапрягайся. Take it easy. Не перенапрягайся на работе, по здоровью. В общем, расслабься и получай удовольствие от жизни. Take it easy. Yes. Take it easy. Иногда ее употребляют после, допустим, bye-bye. Bye-bye. А потом еще и take it easy. В качестве дополнения. Тоже, можно сказать, береги себя. Take it easy. То есть у нас, если формальная была take care, то здесь у нас более неформальная take it easy. Take it easy. Переходим к сленговым таким фразкам. Прикольным. Catch you later. Если буквально пытаться перевести. Поймаемся. Поймаю тебя позже. То есть поймаемся позже. Пересечемся позже. Ну это так вот. Подростки друг другу говорят, тинейджеры. Catch you later. Уже в формальных ситуациях не надо такого говорить. Catch you later. Следующая фраза. Peace. Или peace out. Популярна очень была в 90-е годы у рэперов, хип-хопперов и так далее. Но она дожила до наших дней. Хотя уже она редковато встречается и может звучать немножко устаревшей. Но для, если вы хотите повыпендриваться, то вперед. Peace. Peace. Peace out. Все нормально. До встречи. Peace out. Расслабься. Peace out. Отдыхай с миром. Следующая. I'm out. Или I'm out of here. Такая интересная. Типа я все сваливаю. I'm out. Очень часто употребляется, когда вам уже что-то надоело. Например, на работе вы устали уже. И вот вы с друзьями, с коллегами что-то там делаете. И вы закончили. Фу. Наконец-то все. Я сваливаю. I'm out of here. Все. Побежал я отсидываю. I'm out of here. Ну и наконец-то еще такой шедевр. Smell you later. Smell вообще-то обычно означает нюхать. То есть вынюхаю тебя позже. Это редкая такая фраза. Например, представьте ситуацию. Любящий выпьемший дядюшка или дедушка провожает, обнимая, шлепая по попке своих внуков. Что-то в таком духе. Smell you later. Ну вот. До встречи, хомячки. Smell you later. Прикольная фраза. Вот у нас получается слен. Catch you later. Вот такая более-менее распространена. I'm out of here. Существуют и другие фразы. Еще там штучек 10. Но они настолько редко употребляются и так далее. И я их не стал заносить в этот список. Потому что если вы ими будете козырять, то это может быть ну явно не в тему. Уже явно. Помните, я говорил вам, что все-таки перед самим прощанием нужно нам поставить сигнальное слово. Такое стоп-слово. Например. Ну, самое распространенное, как вы понимаете. Окей. Например, вы говорите с человеком, разговариваете, разговариваете там. Окей. See you later. Ну вот. То есть нам надо это. Окей. Или. Right. Right. Take it easy. Здесь оно не переводится. И так или что. Оно просто вставляется для того, чтобы вы сигнал дали человеку, что вам надо уже идти. So. Take care. Вот по длине немножко. All right then. Помните? All right then. Можно ее использовать как сигнальную фразу. А потом уже говорить основную. Например. All right then. See you later. All right then. Have a good one. All right then. So long. Ну, all right then. So long, наверное, не очень, потому что это у нас такая же лирическая фраза. So long. All right then. Take it easy. Обязательно перед прощанием, вот этим именно там bye-bye или goodbye, вставляйте хотя бы сигнальное слово. И следующее, чтобы совсем уже быть на высоте. Pre-bye, пред-пока-пока. Это значит, после вот этого сигнального слова еще одну можно фразу вставить, чтобы смягчить наше прощание, не сделать его таким резким, быстрым. Например. Nice talking to you. Классно было поговорить с тобой. Nice talking to you. То есть, вы можете сказать. Okay. It was nice talking to you. Или просто. Right. Nice talking to you. See you later. Вот у нас нормальное трехкомпонентное прощание. Nice talking to you. Следующее. I've got to go. I've got to dash. I've got to run. Мне нужно идти. Мне нужно run, бежать. Dash тоже как бы бросаться. То есть, мне нужно спешить. В серии бежать. I've got to. Gotta это как got to. Такой разговорный вариант. Ой, что я тут наклацал. I've got to go. I've got to dash. Все, пора мне бежать. То есть. So, I've got to dash. See you later. Мне пора бежать. I'm off. Я побег. Все. Быстренько, кратко. So, I'm off. Окей, then. I'm off. See you later. Have a good day. Have a good one. Да, если с другом. Right. I'm off. Have a good one. Ну, вот еще одна вежливая. Great to see you. Как классно было увидеть тебя. Увидеться с тобой. Great to see you. Опять-таки, смотрите. Alright, then. Great to see you. Bye. Вот это идеальное трехкомпонентное прощание. С помощью этого вы будете звучать вежливо, более-менее воспитанно и, тем не менее, креативно. Получается, что мы с вами, друзья, посмотрели только что около 20 основных способов, как сказать до свидания. Естественно, что вы до этого знали такое как goodbye, bye, bye-bye. Многие из вас знали. Я почти уверен, что кто-то из вас все-таки для себя новое вынесет из этого видео. Помните, что английский очень богатый язык на выражение благодарности. Также, в принципе, и на прощание, и на приветствие, и так далее. Поэтому, почему бы, да и не запомнить это, чтобы не звучать как-то скучно, да, серо. Помните, что не бойтесь ошибиться. Если с вами общаются носители, они прекрасно понимают, что вы не носитель языка, и поэтому вам простятся всякие какие-то стилистические грехи. Никто вас бить не будет, если вы в формальной ситуации скажете, talked, see you later, но при этом улыбнетесь и так далее. Люди поймут, что вы волнуетесь, вы забыли другие какие-то фразы. То есть, вы хотели как лучше. Окей, друзья, я благодарю вас за то, что вы со мной, если досмотрели аж до этого момента, поставьте мне лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик. Я желаю вам красивого, настоящего, такого интересного английского, и встретимся в следующих видео.